Ноябрь 1902 года, два крупных было события, франко-итальянское соглашение и ростовская забастовка, общегородская фактически. Что касается франко-итальянского соглашения, это вот дальнейший развал, кризис строительного союза. В 1902 году он был продлен, но как я уже говорил, Италия представляла собой слабое звено этого всего. И она конфликтовала с Австро-Венгрией, потому что Австро-Венгрия напирала постепенно на Османскую империю, Италия тоже пыталась какие-то куски от Османской империи отжать, и потом войну устроила и отжала. И они там немножко конкурировали, хотя состояли в одном вот этом срединном союзе тройственном. Франция, поскольку она стояла за развал тройственного союза, она в этом плане поддерживала Италию. Между ними определенное есть романское культурное единство, подобно как между Австрией и Германией было немецкое. То есть Италия немножко там не такая по культуре в этом союзе, она по своими интересами такая сама по себе. Значит, удалось после некоторых переговоров в 1902 году заключить уже такое официальное соглашение между Францией и Италией. Ну, в общем, суть сводилась к тому, что по тройственному союзу Италия должна вступить в войну, если Франция нападет на Германию. А с Францией она договорилась, что если Германия, наоборот, нападет на Францию, то Италия не вступит в войну, будет держать нейтралитет. А кто на кого напал, будет решать Италия. Ну, вот в 1914 году они и решили, что напала Германия и фактически объявили нейтралитет, а потом вступили прямо на стороне Франции в войну. В принципе, российская дипломатия считала, что пусть она будет в тройственном союзе Италия, потому что она там фактически в мертвый груз. Значит, министр иностранных дел России Извольский в письме Сазонову так писал, бывший. Вот, что в принципе Италия на самом деле с нами, но поскольку она формально в союзе с Австро-Венгрией, на нее Австро-Венгрия не нападет. И это в какой-то степени вот сохраняет определенную стабильность ситуации в Европе, что в общем-то России нужно было, потому что она была достаточно слабой. И Первой мировой войной ее втянули, она в Первой мировой войне была не заинтересована на самом деле. Вот, это на международном уровне. В России продолжаются забастовки в связи с тем, что идет кризис где-то в 1901-1902 году. Что касается ростовской забастовки, она была довольно массовой и в ней участвовала активная РСДРП. Оно тогда не разделилось на меньшевиков и большевиков, то есть это было общая РСДРП и газету контролировал Ленин. Действительно в Ростове был этот комитет, это РСДРП. Не очень большой, но активный, в основном молодежь, там 24 года одному лидеру было. Тяжелое было положение у рабочего класса, по 12 часов с перерывом на обед. Получали они в принципе неплохо, но царило там, как обычно в России, бардак полный. То есть их там хамили им постоянно, обсчитывали им. Но кто работал у нас на производстве, примерно представляет все то же самое, но еще и 100 лет назад. И полиция в основном на стороне предпринимателей вмешивалась, и профсоюзов не было. К началу 20 века в Ростове было около 30 тысяч рабочих. Это довольно много для России, где в основном рабочих-то и мало было. Потому что шел промышленный подъем в конце, в самом 19 века, 90-е годы экономическое чудо чуть не состоялось. Правда, прервалось революциями, войнами и так далее. Основные крупные предприятия это были главные мастерские Владикавказской железной дороги, 2600 рабочих. Табачная фабрика Осмолу, 2200 рабочих, Аксай, благостроительный завод и так далее. Рабочих накачивает этот самый комитет РСДРП, и кроме того, их обижает администрация. 2 ноября обсчитал мастер Вицкевич рабочих котельного цеха, и они забастовали. 3 ноября собрались рабочие, потребовали сократить рабочий день до 9 часов, то есть с 12 часов до 9. Повысить на 20% заработную плату, сделать школу за счет предприятий для детей и рабочих, удалить всех хамов и мастеров, которые обсчитывают к тому же. 4 ноября при поддержке этого самого Домкома, то есть социал-демократов среди самих рабочих, началась стачка на главных мастерских Владикавказской железной дороги. Потом их поддержали рабочие других предприятий, и где-то 6-7 ноября уже стачка стала общегородской. В Балке за Темирником, Темирник это рабочий поселок, который фактически контролировался рабочими, проходили огромные митинги до 30 тысяч человек. И где-то они там поимели типографию, потому что Данком РСДРП бабашивал десятками тысяч экземпляров в свои листовки. Значит вот Ульянов утверждал и далее советская историография утверждает, что там какой-то политический характер все это приняло. Но на самом деле просто вот были большие митинги, на которых выступали в том числе и ребята из РСДРП. Ребята из РСДРП естественно свою идеологию продвигали, кричали там долой самодержавие и все такое прочее. Насколько это вот говорит о том, что стачка стала политической непонятно, потому что никаких официальных требований эти митинги не выдвигали. Вот они просто не пошли, не ходили они на работу, собирались они в балке и орали. По типу долой царя, блин, выполняйте наши требования и так далее. Вот, вот такой политический характер был. 10 ноября собралось более 30 тысяч человек в этой самой балке, прям с целыми семьями, потому что делать им было нечего, они не работали. Там же уже появились делегации из Краснодара, Екатериандар, который был с Таврополя, Таганрога, Новочеркасска и так далее. Недавно прокатились в Украине крестьянские восстания, как мы все знаем из предыдущих клипов этой серии. Вот, и тоже об этом они тоже много говорили, кричали. Вот. Атаман, поскольку это все территория войска Донского, это казачья автономия, значит, атаман потребовал выдать руководителей из тачки. Вся эта широка рабочих огромная орала, что если арестуют их лидеров, то они пойдут разобьют там тюрьму в Ростове и так далее. 11 ноября произошла перестрелка, казаки начали стрелять, 6 человек убили, 17 ранили, но это, в общем, особенно там не повлияло на них, потому что к 15 ноября присоединилась станция Тихорецкая, Новороссийская, и всю железную дорогу парализовало. Это вообще-то железнодорожники, то есть это стратегическое направление, и зря, в общем, они на них наезжали и обижали их там. Встала полностью железная дорога, всероссийское событие, забастовка, уже нельзя никак это скрыть. Прибыл полк пехоты, естественно, мобилизовали 5000 человек казаков, прибыл начальник штаба войск области войска Донского фон Плеве, прибыла лучшая вся, значит, сотрудники госбезопасности, лучшие прибыли ликвидировать это все. И в ночь на 15 ноября они штурмовали рабочий поселок Тимирник и оккупировали его полностью. В той балке, где они митинги проводили рабочие, там войска расположились. Пошли аресты, массовые, ну, в общем, военная оккупация рабочего поселка. На всех улицах стоят рядами просто менты, всех сажают, кого только знают из активистов, а эти продолжают на работу не ходить. Они ходили по улицам поселка Казаки и стучали в окна квартиры, требуя, чтобы они выходили на работу. Часть удалось собрать, потом они собрали митинг там в паровозосборочном цехе рабочие, и на него как раз явился начальник мастерских и заявил, что он большинство требований выполнит. Ну, после некоторого обсуждения, вот они 26 ноября вышли на работу. То есть всего это все дело продолжалось с 4 ноября по 26, то есть весь ноябрь железная дорога бастовала с поддержкой большого количества рабочих других фабрик. Многотысячные митинги по 30 тысяч человек с участием там всяческой политоты местной, в том числе и среды самих рабочих, которые радикальные лозунки кричали. В общем, буза серьезная на самом деле произошла, и как я понимаю, требования в основном выполнены, как и на Абуховском заводе. То есть они добились удовлетворения требований. Владимиру Чуренину, конечно, это понравилось. Вся РСДРП, естественно, выпускала всяческие листовки в поддержку. Искра, конечно, там выдавала статьи победоносные всяческие, что ура, пролетариат впервые противопоставляет себя как класс всем остальным классам и царскому правительству. Ну вот не знаю, как там насчет всего пролетариата, просто были там марксисты, которые потом, возможно, меньшевики подарили, потому что не факт, что и большевики это все, но тогда одна партия была. Ну а так, серьезные события, что это весь ноябрь железнодорога бы стал, хорошо так, вдарили по царизму, на самом деле, как бы, одобряю. Продолжается забастовочное движение в России, которое ведет к революции пятого года, скоро вообще будет весело.